Откровение, книгу Откровение, немножко тяжелая книга, но если мы пытаемся понять и просим у Духа Божьего каких-то пояснений, и также обращаем внимание на новости, которые происходят вокруг нас, и немножко в курсе истории, которые происходят, так что мы можем соотносить то, что мы читаем, с тем, что мы видим вокруг нас, и мы можем понимать, как это происходит. Но я еще раз напоминаю, что важно к книге Откровение, к Откровению относиться как к Откровению, как к некому видению. И введение, как правило, это не учение, которое, пункт 1, 2, 3, 4. Но, напротив, апостол Петр сказал, Когда именно начинает происходить что-то, тогда происходит действительно понимание того, что мы видели, или того, что мы слышали в Откровении. Но, поскольку эта книга Откровение, составная часть Нового Завета, то да, наша ответственность в том, чтобы читать и пытаться понять ее. И прежде чем мы продолжим читать шестую главу, Мы учили из 4 и 5 глав, учили что-то из Небесного. О разных существах Царства Небесного. И также мы понимаем, что невидимое, оно неразрывным образом связано с тем, что мы видим вокруг. И я еще хочу показать вам какой-то ключ, который поможет вам понимать эту книгу Откровения. Кто-то помнит книгу Шемот Исход? Кто-то помнит книгу Шемот Исход? Народ Израиля в Египте Через Моше Бог выводит свой народ из Египта И есть различные этапы Когда есть сложности, есть противостояния, есть чудеса, знамения И в конце концов, народ Израиля выходит из Египта, вы все прекрасно это помните. Так что давайте использовать подобный же ключ к книге Откровения Весь мир представляет собой большой Вавилон. И через какие-то наказания Божьи, через различные этапы, Бог проводит И он выводит тех, кого он избирает, для того, чтобы вывести их из вот этого большого Вавилона. Если вы почитаете мидраши о книге Исход Шемот И намеки мы видим и в Новом Завете, например, в Послании к Галатам И там написано, что Бог использовал ангелов для того, чтобы помочь своему народу. Но здесь мы видим, что это дело только в более глубокий То же мы можем видеть в книге Откровения, но более глобальным образом. Шестая глава Первые и вторые стихи я продолжаю читать И помните, есть различные этапы Я увидел, что Агнец снял первую из семи печатей И я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом Иди и смотри И взглянул и вот конь белый И на нем всадник, имеющий лук И дан был ему венец И вышел он как победоносный, побеждающий, чтобы победить Шнейпсуким Два стиха Фаза Период Мы должны понять Надо понимать, что эти периоды или фазы Они не обязательно должны Прошла первая с фазой и тогда началась вторая То есть они могут происходить одновременно и параллельно Но для того, чтобы нам лучше понимать Они как бы разделены Чтобы мы могли разделять процессы Мы можем своими глазами видеть, как будто бы все происходит одновременно и параллельно Мы можем видеть, что Игорь пришел в движение и поднял тонах А Наталья в то же самое время смотрит на меня А Ольга тоже читает И все это происходит одновременно Но если я пытаюсь описать это Я сначала описываю одно, потом другое, потом третье И здесь есть примерно Можно видеть примерно такой же подход И Йоханан видит кого-то, кто скачет на белом коне и побеждает Для меня нет сомнения Что здесь говорится о Иешуа Потому что он победитель на белом коне Но мы все еще не видим его тотальную победу во всем мире, во всех углах Но есть много людей по всему миру, которые колено преклоненные перед ним И провозглашают его господином и царем над всем миром И провозглашают его победу в своей жизни Я надеюсь, что мы те, которые здесь присутствуем среди этих людей Ты победил в моей жизни, ты победил над грехом моей жизни И ты продолжаешь действовать в моей жизни Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее Иди и смотри И вышел другой конь, рыжий, сидящему на нем дано было взять мир с земли Чтобы убивали друг друга И дан ему большой меч И вот еще один период Или еще одна фаза Когда происходит в то время Когда слово Иешуа распространяется в мире Расширение и умножение войн Это история И если мы откроем исторические книги, то мы увидим без труда Что последние две тысячи лет мы имеем все больше и больше войн Которые происходят во всем мире И интенсивность их, и количество погибших, и количество всего вовлеченного в это Все растет и растет и растет И мы думали, что когда закончилась Вторая мировая война Мы думали, что люди просто убоятся такого количества жертв И больше никогда не повторят это И что они будут потрясены тем, что они увидели в концентрационных лагерях Но если мы посмотрим то, что происходит сейчас Дикость все больше и больше возрастает И в Организации Объединенных Наций Со сцены провозглашают, что вы должны вести себя соответственно Уважению прав человека Особенно это относится к Израилю И вы должны стряхивать пыль, и не дай бог, что-то упадет на палестинцев И всего 500 километров отсюда Срезают головы людям в огромных количествах И это как бы нормально И суданцы, и иранцы, которые просто провозглашают со всех возможных сцен, что они за уничтожение того или другого народа Их избирают для того, чтобы они входили и председательствовали в различных комиссиях по правам человека в Организации Объединенных Наций И мы видим, что в одно и то же время происходят совершенно различные процессы Например, в Китае все больше людей спасаются и провозглашают спасение в Иешуа Мессии И в то же самое время в Пальмире 800 человек просто вывели и казнили их, как бы усекли им голову В то же самое время, когда люди спасаются в Китае И давайте прочитаем следующий, пятый, шестой стих И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящие Иди и смотри Я взглянул, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в руке своей Я слышал голос среди четырех животных, говорящих Хиникс пшеницы за динарий И три хиникса ячмения за динарий И елея же, и вина не повреждай О чем здесь говорится Несмотря на то, что, несмотря на весь прогресс, который мы замечаем в истории человечества И возможность и способность человека, который научился выращивать больше продуктов питания Цены продолжают расти Это все еще не становится легче жить человеку на этом свете Это, например, очень что-то странное для примера Интересно, что один баррель нефти в 2000 году и в 2016 году примерно имеет одну и ту же цену Но цена на бензин, на горючее возросла в три раза Что-то странное происходит на наших глазах И вина не повреждай И вина не повреждай Вина не повреждай То есть подразумевается, что цены на алкоголь, на пьянство Они все-таки доступны людям А, теперь понял То есть нефть растет А вино, которое, казалось бы, должно расти, чтобы люди меньше пили Оно как раз соблюдается Есть места в мире, когда люди напиваются с пива Это не стоит много денег И вроде бы это не такой большой сильный алкоголь Но люди на этом тоже становятся алкоголиками Шестой и восьмой Когда он снял четвертую печать Я слышал голос четвертого животного, говорящего Иди и смотри И вот я взгонул конь бледный на нем всадник Которому имя смерть и ад Следовал за ним и дана ему власть на четвертой частью земли Умерствляясь мечом и голодом и мором и зеверями земными И естественно, что все эти проблемы, они расширяются и умножаются А, например, торговля с женщинами Или детьми Из истории мы знаем, что несколько 200-300 лет тому назад Привозили рабов, черных рабов в Америку Но если вы обратитесь к интернету Что вы увидите, обнаружите, что торговля людьми выросла сегодня И это в то время, когда есть тотальная грамотность и известность Мы знаем новости в реальном времени И все знают, что плохо и что хорошо И множество людей продолжают быть все больше и больше рабами Так что одна печать говорит о размножении и умножении Слова Божия и ведения Бога по всему миру И с другой стороны, другие печати говорят о том, что зло распространяется с такой дикой силой, как не было раньше И может быть зло меняет свое лицо сегодня Но под ковром, под столом, то, что не видим нашему глазу Страдание людей, оно не уменьшается И есть крик и вопль людей к небесам Помоги нам Это говорит также о внутреннем нашем состоянии Люди, которые помнят, что было 30-40 лет тому назад Они помнят, что жизнь была более размеренной, больше стабильности, больше покоя И не было проблем отпустить детей, чтобы они играли на улице А сегодня есть постоянный стресс Кто чувствует, что он сейчас пребывает в стрессе? Многие из нас И ты попытаешься все больше и больше работать, чтобы больше заработать Но ты обнаруживаешь в себе, что ты все в большем и большем стрессе 9-11 стихи И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие И за свидетельство, которое они имели И возопили они громким голосом, говоря Да коли, владыка, святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу И даны были каждому из них одежды белые И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время Пока их сотрудники и братья, которые будут убиты, как и они, дополнят число Очень сложно понимать эти стихи Те, которые были убиты за слово Божье И есть люди, которые говорят, что речь не идет здесь о верующих вешуа Потому что верующий вешуа, он не может желать и требовать наказания тем, кто его убивали Потому что он только благословляет Я так не понимаю Я верю, что закон продолжает действовать мера за меру И это справедливо для всего мира Но эта картина, которую мы читаем, это что-то, что происходит на небе Но при этом мы не знаем точно Те люди, которые уже умерли Насколько они там вообще активно действуют в небесах в данный момент Мы не знаем, может быть они сейчас как бы в спячке находятся В ожидании неком И нет там такого понятия как время И для них быть Подняться на небеса 2000 лет тому назад или вчера И воскреснуть, это одно и то же Там нет промежутков времени Там нет времени И скорее всего, то, что мы читаем здесь Все-таки некая картина образная Это некий образ, который взывает и вопит к Богу Насколько то, что мы видим сейчас Насколько это может зло распространяться и распространяться И возможно это для нас некое такое напоминание И понимание того, что то, что ты живешь Более не менее в упорядоченном месте И все у тебя ясно Это не значит, что другие процессы не происходят в то же самое время Есть такое типичное место в других местах Нового Завета Который говорит о том, что мы, как священники Нового Завета Должны постоянно ходатайствовать за весь мир Не быть заинтересованными только в том, что лично с нами происходит И больше ничего Может быть нам нужно спросить самих себя Молимся, действительно ли мы молимся за тех людей, которые в каком-то далеком месте Где мы никогда не были, страдают сейчас за веру Как вы думаете, кто-то из вас ощущает, что сейчас за вас кто-то молится? Вот за вас Другой вопрос Вы помните, что у нас есть иногда здесь гости из Тайвана, из Кореи, из Японии? А мы многократно слышали, когда люди поднимаются сюда на сцену и говорят Что за вас, за общину Шавей Цион мы молимся каждую неделю Разве это не здорово, слышать такие вещи? А шила шили? А им анахну, маизим литпалеля вурмишу, ше урахок, анахну афилу ло макирим ото? Мой вопрос в том, насколько мы, в свою очередь, молимся за тех людей, которые далеко Людей, которых мы не знаем, но мы молимся и молимся за них регулярно Я недавно, буквально несколько дней назад, видел такой пост, где призывали молиться за человека, которого распяли в Пакистане Ужас, если мне предстоит видеть такие вещи Но я, мой вопрос в том, насколько мы готовы, действительно, как верующие, молиться за кого-то, кого мы не знаем или не видим А не только за нашу семью, за наших близких и за тем, что происходит за нас, с нами Вы слышите меня? Вы слышите меня? И многие из нас молятся только одной молитвой Господи, дай мне больше, дай мне, дай Когда он снял шестую печать, я взглянул И вот произошли великое землетрясение Солнце стало мрачное, как властеница Луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю Как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои И небо скрылось, свившись, как цветок, и всякая гора и остров Двинулись в своих мест, и цари земные, и вельможи, и богатые, и начальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры, и в ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Я хочу сказать, что мы еще не видели эти вещи Мы видели, что тут и там происходит землетрясение, люди переживают это И для тех людей, которые там в районе землетрясения находятся, они видят своими глазами эту катастрофу, когда ты не можешь ни на что повлиять совершенно Но в глобальном плане мы еще не видели такого И вот вопрос Кому пишет тут Йоханан? Пишет ли он семи церквям, которые расположены в Азии? Или он пишет ко всему миру и всем верующим в мире Скорее всего Мила считает, что он всем пишет, а кто считает, что в Азии только он пишет? Я думаю, что он пишет прежде всего к азиатам Я думаю так А ты можешь думать по-другому, а я могу по-другому Потому что часто мы мыслим стереотипами, надо думать вот так и больше никак Но если мы первые главы открываем, то мы видим, что это послание к семи церквям А Мила говорит, ну и что? И она права Я не знаю Может быть Все может быть Да, мы можем разнообразно думать И так можем думать и всякому Можем думать по-всякому Но если мы говорим о чем-то глобальном Все еще не происходило ничего подобного в глобальном плане, кроме потопа Но если мы говорим, если мы думаем, что здесь говорится о чем-то местном Местном значении Это такие вещи, да, происходили И здесь в Азии было неоднократно или землетрясение, и болезни, и море, и все, что вы хотите Почему я сосредотачиваюсь на этом и почему я говорю об этом так много Однажды был в Соединенных Штатах И я ехал с одного места в другое Это примерно 500 километров И было скучно довольно-таки Я включил ли радио И есть там много радиостанций верующих И один парень интерпретировал эти слова, то, что мы сейчас читаем И у меня было такое впечатление, что он сидит на небесах И он видел все, и он знает Он просто говорит так, говорит Господь Только одно слово все время у меня крутилось в голове Глупости какие Мы не можем понимать эти вещи до конца Что делать? Пытаться извлечь из этого принцип Что мы живем в необычное время И то, что называется последние дни Самое драгоценное, что мы должны извлечь из всего этого, то, что мы читаем Это страх Божий Чтобы нам быть в страхе Божьем И чтобы нам быть людьми чувствительными к страданиям других людей Потому что сейчас здесь есть люди Здесь или в другом месте Которые проходят эти самые фазы, которых мы читаем И они ожидают от нас И они нуждаются в том, чтобы мы вот так как бы возложили на них руки И молились за них Потому что когда тебе тяжело И никто не поддерживает тебя Это очень ужасное состояние Я хотел сегодня из четырех глав говорить Но закончил только одну главу В седьмой главе я хочу еще несколько крестиков затронуть все-таки А не куреме от хала И видел я ангела Восходящего с востока солнца Имеющего печать Бога живого И воскликнул он громким голосом К четырем ангелам Которым дано вредить земле и морю Говоря Не делайте вреда на земле Ни морю, ни деревам Да коли не положим печати На челах рабов Бога нашего Ибо слышал я число запечатленных Запечатленных было сто сорок четыре тысячи Из всех колен сынов Израилевых Из колена Иудина двенадцать тысяч Из Рувимова двенадцать Из Гадова двенадцать Из Осирова двенадцать тысяч Из Нифалимова двенадцать Из Манасинова двенадцать Из Симеонова двенадцать Из Левинова двенадцать Из Сахарова двенадцать Из Вулонова двенадцать Из колена Иосифа двенадцать Из Беньямина двенадцать После сего взглянул я И вот великое множество людей Которого никто не мог перечесть Из всех племен и колены народов и языков Стояло пред престолом И пред агнцем в белых одеждах И с пальмами и ветвями в руках своих Шуалим шейла Лама лёми дубар пуаль дан Возникает вопрос, почему в перечислении колен не говорится здесь о колене Дана? Я не знаю. И вместо Ефрема Иосиф. 144 тысячи. 12 тысячи с каждого колена. И огромное количество из народов. И мы видим в книге Исход, когда мы открываем, нечто подобное. Есть вокруг горы Синай собраны все 12 колен Израиля. Великое множество людей, которые есть там из сынов иноплеменных, сказано. И лично я не склонен здесь сосредотачиваться на точных цифрах. Но есть люди, которые просто упираются и говорят, нет 144 тысячи и все тут. Я не думаю, что здесь говорится о точных цифрах. Скорее всего, здесь говорится о неком принципе, о неких пропорциях. И подобные пропорции можно видеть в других местах Библии. Например, за цицит ухватится еврея одного, ухватится 10 сынов иноплеменных. То есть, речь идет о пропорциях каких-то. Кто-то слышал такое понятие гематрия. Есть люди, которые смеются над этим. Есть люди, которые просто заглубились в это. Но с этим надо как бы смириться, что да, есть понятие, когда буквы означают цифры и так далее в иудаизме. Это известная вещь. Но вот то, что мы сейчас прочитали, я бы советовал всем нам чуть полегче вздохнуть. И не постоянно на счетах не пересчитывать, смогу я влезть в эти 144 тысячи или нет. Если ты открыл свое сердце нашему Богу. Тут говорится о чем-то более прекрасном, что он как бы ставит запечатлевает тебя на твоем лбу, ставит свою печать. И понятно, что Бог тот, кто производит суды во всем мире. Но естественно, что он, да, заботится о том, чтобы принести спасение тем, кто обращен к нему. Это не говорит о том, что мы не проходим какие-то проблемы, никакие-то испытания, искушения в нашей жизни. Потому что через испытания мы очищаемся. И мы становимся все более и более пригодными для него. Еще одно слово я хотел бы рассказать. ангелы удерживают все творение и вселенную. И видел я ангела, восходящего от востока. Я читаю второй стих. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить землю. Есть какие-то странные вещи. Одни ангелы удерживают молнии, другие удерживают ветры и еще что-то. Они способны вредить и так далее. Что за глупости мы можем подумать? Можно объяснить все это законами физики. Теплый воздух и холодный воздух в течение встречаются, происходит молния. Вы знаете, что современная наука она говорит, что это не настолько само собой разумеется все то, что мы думаем. То есть, есть нечто за экраном, за тем, что способны видеть наши глаза. И можно себе представить, что да, замешанные во всем этом процессе, силы, которые невидимы, которые из иного мира. Если когда-нибудь вы читали книгу там говорится о чем-то подобном. как всякие творения и ангелы из иного мира вмешиваются в то, что происходит в этом мире. я готов согласиться, что это близко к истине. Но то, что да, мы хотим извлечь из того, что мы прочитали, что Бог позволяет происходить в твоей жизни только тем вещам, которые Он сам определил. Потому что если ты принадлежишь Ему, то Он очень сильно заботится о тебе. 10 и 12 главы. Здесь говорится о власти Вседержителя. О великом почете и славе, которой Он достоин. Если мы знаем, что мы принадлежим Ему и что Он хранит нас, то нам надлежит побеспокоиться и думать и размышлять о том, как нам быть людьми, провозглашающими Его славу. И благодарить Его. Это то, что Он предписал нам. И не быть параноиками, отыскивая, что со мной будет и как же и что же со мной будет, и если я не подумаю, что будет завтра кто обо мне побеспокоится. Я на этом хочу закончить и хочу молиться. Улайн нам будет Биахет.